Как достаточно успешно и оценивают уходящий год и в Тверской торгово-промышленной палате. Экономика страны и Верхней Волжи, в частности, смогла выстоять и развиваться, несмотря на западные санкции. Об основных достижениях и перспективах нашему телеканалу рассказал руководитель структуры Владислав Шориков. Промышленность нашей области вместе со всей страной показала свою устойчивость в нынешних непростых экономических условиях. В первую очередь это касается сектора реального производства, который смог найти новых контрагентов и поставщиков комплектующих, выстроить альтернативные схемы платежей. Кроме того, в Верхней Волжи появились и новые, подчас уникальные производства. Ну уж очень замечательный проект, мы с ним плотно сотрудничаем. Та техника, которую он производит, ее не было слова вообще почти, да, или же она на российском рынке занимала очень маленький процент по сравнению с импортом. Ну и сам подход у них достаточно современный, да, то есть это постройка логистической системы, оборудование, строительство новых корпусов. В уходящем году вместе со всей страной тверская экономика приняла участие и в так называемом развороте на восток. Поиски новых партнеров в странах Азии, арабских государствах Иране, ну и, конечно же, в Китае. Всем памятен визит делегации Верхней Волжи в провинцию Леонид. А между тем, у истоков этого сотрудничества стояла региональная торгово-промышленная палата. Леонид впервые прозвучал, когда я и один из предпринимателей, и его партнер китаец. Они пришли с этой темой, давайте вот как-то разобьем более, может быть, плотное отношение с Леонидом. Потом Министерство экономического развития региона, мы с ними вместе так подхватили эту тему. В наступающем году Тверская торгово-промышленная палата и дальше намерена укреплять сотрудничество с азиатскими государствами. Но при этом планируется обмен визитами и с регионами Центрального федерального округа. Как выясняется, там можно найти немало предприятий-смежников для заводов и фабрик Верхней Волжи.